Привет! Наверняка ты уже в курсе того, что появился новый тип задач по популяционной генетике или на знание закона Харди Вайнберга в 24-м году. Тебя это ждет, если ты сдаешь ЕГЭ. И это задание 27-й линии, один из видов задач. Если этот факт у тебя вызывает затруднения, я тебя приглашаю, давай пререшаем задание. Вариант 11-й, задание номер 27. Поехали! В популяции растений виновозева большого из 150 особей 6 растений имеют ярко-красную окраску венчика. Рассчитайте частоты аллелей красной и белой окраски в популяции, а также частоты всех возможных генотипов и фенотипов. Значит, это новый тип заданий, как он решается. Мы с вами знаем, что львины зев – это растения, которые могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными, так и рецессивно гомозиготными. Если растение является доминантной гомозиготой, оно будет красного цвета. Если растение гетерозиготное, оно будет розовое. Если растение рецессивное, оно будет белое. Это неполное доминирование. Если переходить к данному типу задач, то мы с вами помним, что доминантная гомозигота – это P2. Гетерозигота – это 2PQ. А рецессивная гомозигота – это Q2. Так вот, нам известно, что всего в популяции львинов изюма 150 особей. То есть, 150 особей – это всего. Всего – это 100%. Значит, 6 растений с ярко-красной окраской – это вот эти вот товарищи, их 6 штук. 6 штук. Значит, мы находим в процентах количество красных особей относительно всех. Значит, делаем пропорцию, значит, X и 6. Таким образом, у нас X получается равен 4%. Какой делаем мы вывод? Что P2 равен 4% или 0,04 относительно единицы. Чтобы найти P, нам нужно извлечь корень квадратный из 0,04. И это число будет равно, если мы возьмем калькулятор, а я вам советую им пользоваться, 0,2. Также это число можно перевести в проценты, будет 20. То есть, P – это частота встречаемости доминантного аллеля. Можно так и написать. Частота встречаемости А. Это было как первое действие. Теперь идем дальше. Второе действие. Второе действие мы с вами помним формулу, что P плюс Q равно 1. Таким образом, нам нужно найти теперь Q, частоту встречаемости рецессивного аллеля. И у нас Q будет равно 1 минус P. Или, если мы это переведем в наши значения, нужные нам значения, 1 минус 0,2 будет 0,8. 0,8 – это частота встречаемости рецессивного аллеля. Частота А маленькая. Обратите, пожалуйста, внимание, в задаче нас это спрашивают. С нас спрашивают. Рассчитайте частоты аллелей красной и белой окраски в популяции. Что мы сделали? Мы рассчитали частоты аллелей. Частота аллеля А маленькая – это частота белой окраски. Аллеля белой окраски. Частота аллеля А большой – это частота встречаемости красной окраски. Красной окраски. Это желательно указать. Далее с нас спрашивают. Рассчитайте частоты аллелей этих окрасок, а также частоты всех возможных генотипов, если известно. Вот они все возможные генотипы, и нам нужно их найти. Согласно закону Харди-Вайнберга, мы можем здесь поставить единицу и просто расставить плюсы. То есть всем известная формула p² плюс 2pq плюс q² равно 1. Как найти эти значения? Очень просто. Почему? Нам известно, чему равно p, вот это p02, и чему равно q, q равно 0,8. Зная эти значения, в принципе, все остальное найти будет несложно. Причем p², мы его и так уже нашли с вами, p² у нас будет равен 0,04. То есть от единицы. Это не в процентах. В процентах будет 4%. Если идти дальше, то чему будет равно q²? Если нам известно q, третье действие, q, у нас q равно 0,8, тогда q² будет равен 0,8 умноженное на 0,8. И это значение у нас будет 0,64. Ребят, можете пользоваться калькулятором, в принципе. Это опять же в единицах, не в процентах. В процентах будет 64. Значит, q², или частота встречаемости рецессивного фенотипа, будет 0,64. 0,64. И двигаемся далее. Нам последнее остается найти частоту встречаемости гетеро-зиготы. Значит, четвертое наше действие. Мы с вами знаем, что 2pq, это у нас гетеро-зиготы, и их количество будет равно 2 умножить на p. p у нас равно 0,2. И q у нас также равно 0,8. И таким образом у нас здесь получается число, также посчитаем его на калькуляторе, это 0,32. То есть вот оно 0,32. Таким образом, мы сделали задачу. Ребята, о чем здесь стоит помнить? Во-первых, помнить нужно закон Харди-Вайнберга. Вот его другая запись, что частоты аллелий доминантного и рецессивного в сумме в популяции равно единице. Ну, а также помнить, чем отличается частота встречаемости генотипов от частот аллелий. Аллелий — это разные вещи. Всем удачи! Все у вас получится! Субтитры делал DimaTorzok